Рядом сидим как раз. Так, брат Георгий, я слышал, что вы знакомы с Германом Львовичем Стерлигом. Расскажите, как вы познакомились и сколько встреч у вас было? Познакомился в интернете, я увидел его по его хозяйству. По помощи говоришь, чтобы я слышал. Деревенское хозяйство, в интернете он снимал видео, как на землю переехал, как начал все это, огороды, скотину. В интернете увидел и хотел к нему приехать. И был повод приехать, научиться печь хлеб в русской печи. Приехал, платные курсы недельные, заплатил и неделю отучился на пекаря. Сдал экзамен, он дал сертификат со своим, что я прошел обучение у него. И попросился поработать. И работал несколько месяцев, потом уезжал, приезжал. И в течение двух лет примерно я у него там присутствовал. Он платил за работу что-то? Ну, конечно. У каждого по своей должности была работа, была ответственность. И проживание, и питание, и все. Там русская пища. Там их штук восемь на всем хозяйстве. В каждом доме, все на дровах. Все по-деревенски, он восполнен. У него такое желание было жить, как в старые добрые времена. А лично с ним, ну я вот так вот лично с ним, да я, может, раза три-четыре разговариваю по пять минут. У него никаких бесед нет там с сотрудниками, с рабочими, там специальное обучение какого-то. С детьми, да, уже у него четыре сына. Они как бы все руководят. А он то в Москве, то здесь, то в Москве, то здесь. Он лично ни с кем вот так вот не разговаривал, тем более из рабочих. Те, кто с ним уже живут год-два-пять, они как-то ближе друг к другу. Где-то молятся дома вместе. На Пасху стол собираются вместе. Мы там не присутствовали, у него за столом, у него дома не ели. Он нас не допускал к себе близко, рабочих. Только вот свой круг, дети и там может еще человек пять. Дома у него иконостас, иконы, все, молитвослов, молятся. Но вместе с нами он не молился. Так, ну вот если в интернете, там часто спрашивают. Вот вы знакомые. Я только потому, что он сам о себе говорит. Внимательно все его эти высказывания. Думаю, что почти все. Где он бывает, где там в кого-то кидает что-то, там поблевает. Ну, показывай ему. Я могу что-то сказать только потому, что он сам говорит. И что на деле видит. Не по чужим словам. А вы-то были, рядом разговаривали. Ну, вот занятия. Вот у нас в воскресенье мы приходим. Занятия Словом Божьим по интернету так. Есть у него занятия по Слову Божьим? Как бы в собрании такого нет. Каждый что хочет, так и занимается. Кто-то читает сейчас. Входит ли он в храм где-то, причащается ли, исповедуется ли? Нет. Нет. Меня когда спрашивают, кто он такой. У меня одно слово с большой буквы разрушитель. Разрушитель. И дальше я начинаю пояснять, почему. У человека есть бессмертная душа. И после смерти она идет туда, куда Господь назначил. Он, главное, понимается, полностью отрицает синодальный перевод Библии. Он там издает при Иване Грозном, там какие были, то другое. Даже эти книги дарит, покупает и все такое. Он неверующий абсолютно. Крещен ли никто не знает. Прещащался ли хоть раз в жизни не знает. Вот понимаете, вот я объясню, в чем хитринка. Он хлеб продает 750 рублей булка. Где-то кирпич хлеба. Так? Ну по-разному, по-разному. Москва. Ну 500. Не 20 рублей. Когда он сейчас нынче покупает, ещемень 5 рублей килограмм. То есть его когда-то зажали, что у него там боевики проходили занятия, он сразу в Карабах. И буквально в следующий день жена открыла там уже отелье, все. Как будто ничего не было. Однажды я видел на столе, он, видимо, решил сдать оружие. Снайперских ментов, там, наверное, счету нет. Сколько у него там автоматов, не знаю, где-то только был или не был. И он прямо на столе вот такая куща оружия, и он говорит, что это надо сдать, так что ему дарили. И там проходили обрушения боевики. И он сразу заколотил все. Закрыто, ничего нет, все распродается. Он понял, это очень серьезно. Ну на что он не взорок какой. Я был в Израиле и выступил, это фейк сегодня. Это 15 лет назад носа не сует. И игры нету никакой, слишком серьезно. И он говорит, что порядок был с ним, нужно всех ученых собрать и расстрелять. Ну скажи, в буме человек или нет? Он на каждом шагу пользуется тем, что изобрели люди. И дальше. Ненавидит он электричество. Но я не призываю стрелять, чтобы разбивали, там, значит, провода висят. Изоляторы. А к этому призываю. Не учиться. А дочка учится в МГУ. Понимаешь? А? Она училась на первом курсе, когда они жили на Рублевке. Он оттуда ее взял, увез в деревню. И теперь показывает, как она учится. Она больше не училась. Да. И вот жене, он ему не может это сделать, чтобы жена щелку не подстригала. У него власти нету. Никакой. И вот показывает, когда собирается, вот такое поместье его, там Жириновский прижал, заплуг, взялся. Ну все это показное. Будет он. Ну что сегодня сделает человек, когда никого в деревне-то нет? Ну сколько, полгектара было, десятина, два гектара, десять гектар, все. Но даже у одного, вот у нас рядом здесь, мне кажется, 4700 у него гектаров, или 6700? Уже нет. 6700. 6700 тысяч гектаров. Ну когда ты уберешь? И показывает за рубежом, где русские там, так, закрепились. А поля идут, комбайны по-разному, все это убирают. Ничего не надо. Саха, лошадь. Ну обманщик. И вот он хлеб пищет. Пекарем был человек. Ну а люди-то видят, сидят с бородами и говорят, я дома тоже так сделаю. Он говорит, не сделать. А почему? Ну мука должна быть особо. Так я в магазине не брать, только своя выращена. Он сразу ставит условия. То есть во всем мире, что собирает, это неправильно. Теперь, он говорит, ну я знаю, такие есть сами, там есть. Ну не знаю, тогда соль должна быть. Так соль я достану. Нет, соль особая должна быть, которая свет не видела, подземелье, там напеленное. А где? Сказать не могу. То есть церковь есть. Епископ есть один. Но сказать я его не могу, чтобы не полезли туда. То есть он рассчитывает не на лохов. Он вообще людей видит ниже собаки, ниже свиньи. Я смотрел, какие он вопросы отвечает. Я в 40 лет пещено жил по стране. Я профессиональный строитель, строительную технику был, прорабом работал. И он учит, как печь делать. Я говорю, ой-ой-ой. Там печь даже не затопишь. Надеюсь, он не учит, как ложат. Он учит, как контролировать печника, чтобы тот меня обманул. У меня, говорит, пять печников обмануло, на деньги меня обманули. Он говорит, проверяйте. Пока дымок не пойдет, пока печка не высохнет, пока не платите этому. Он никогда не учил, как власть. У него мозоли-то нет. Он ничего не делал. Он это не отрицает. Вот он пишет, гомосоциалистов не обслуживает. Он спрашивает, когда последний тут был. А плакат висит. Такого больше нигде нет. И он знает, никто тут и не придет к нему. Знает его отношения. С кем-то разговаривать, доказать не может. Он прям хватает стаканом в него или запулит. Бесноватый. Ну разве может человек нормально вести себя, как Жириновский? Это надо быть буйными демонами одержимым. Хватать, бить. Там еще у Сысоева, Даниила такие были там. Энтео, Цариона. Одинаково. Притом одинаково все. Доказать не может. Он хватает, что под рукой есть. Тот может заболосы депутата. Женщина схватил, уволакивает. Дерутся. Я вот посмотрел по ответам его где-то. Мошенник. И на кого рассчитано. Один ролик, один мужик. Деревня покинутая. Дом любой. Занимай брошенное. И он приехал. Он не советует. Деревню надо. Где? Да в многом брошенных. Дальше-то он еще не говорит. Ну заводи живенность. Ну если нет, то еще ко мне в работнике. Денег-то нет. Он просто подгоняет. Мужик купил. Теперь сидит там бревна у него. На бревне сидит и подавил корову. Ну куда молоко-то? Себе там много это. Куда? Никого нету. Вот это я нарвался на Германа. А теперь что? У меня там квартиры нет. Эту я здесь жить не буду. Один. Что буду делать-то? Один. Вот у нас электричество провели здесь. Официально это все. Все зарегистрировано. Деревенька маленькая там. Совсем мало. Но сколько здесь приезжает. И отовсюду, и за рубежа, и кого только не было. Я вот начальник детского лагеря. Сам создал детский лагерь. Устав. Зарегистрировал в краевом отделе юстиции. Я 45 лет его бессменный директор. Тысячи детей подняли. Без помощи государства. Минимум 53% каждый год бесплатно. Стараемся одеть, купить. Своя партняшка все это сочет. И даже билеты оплатить. 45 лет. Ни одной аварии. Больные уезжают. Забыли о болезни. С ними занятия идут. И все у нас снимается. У него нигде нет. Ни одного чужого ребенка он сидит. Нигде нет. И сейчас, говорит, таких же барыжников выросли в своей семье. Продать где-то что-то. И где я не считал у него. Но, недавно я с одним разговаривал. Он говорит, да он же сказал. Прежде чем начать коке. Один миллион долларов где-то надо сначала грабануть. Где-то. А он каждый день прятался. Ночевал в новых местах. Говорит, ну что там. В ванне деньги, так сказать. Алису какую-то создал. Перекупать там дома. Я посмотрел. Ну. Нельзя быть богатым. Без обмана сегодня. А раньше богатые как были. Ну. Человек женится. Отец говорит. Ну вот я тебе корову даю. Там. Наш отец так делал. Овечки. Если тут моя овечка объягивается. Ягненок. Он пасется. Но он мой. Я барана этого, допустим, заколол. Шкуру я могу. На шубу себе. А у нас в семье-то 10 детей. И отец на каждого. Говорил. У мамы 25 или 30 ульев было. Колодок. Моей мамы. И она говорит. Вот это Яркимова. Вот это Игнатьева. Вот это вот. А мне нужды не было. О, отец у меня посмотрит. Ты дуращик на меня. Ему кроме голубей ничего не надо. Сидит. Ни овечек, ни меду. А попутно сказать. А мать решила. Вот. А не беспоповцы. А теперь как принять священца. Так не просто так. И она так. Ты сделай себе колодку-то. Я сделал. А какой я плотник-то? Я сделал. Там. Как у собакевича. Если быка. Это и мясо. Быка на стол. Там полбыка. Я сделал. Она такая не поднимешь. Говорю. Дворем поднимать надо. И мать посадила туда. Поставила рамки. Такую самую маленькую семью туда. Садила. Семья это. Пчелиная. Коллектив там. Через неделю приходит. Все залито медом. Мы сказали. Как? И тогда мы пойдем после этого узнавать. Где тут у рыбка. Но у рыбки там беспоповцы были. А сейчас там вообще. Никто ничего не знает. Она только скачает. Приходит там. Через неделю опять все переполнено. Такой маленький улей набрать они не могут. Где они? В соседней улей только мед перекачиваются. И мать поняла загадку. Ну как этот. Генеон был. Роса. Чтобы на шерсти была. Здесь не было. Это не запрещается. Но она вот один раз в жизни так испытала. Я гляжу вот у Ермана. Он нигде, нигде абсолютно. Я его не видел, чтобы он работал. И чтобы были люди, он ими занимался. Ему не надо это ничего. И вот все заканчивается. И вот у него какой-то там день, праздник или что. Он большой щан. Деревянная бочка. И там напаренная, видимо, кедровая. И он по одна голова из воды. И он теперь учит, как не болеть. У нас тут потерянки одна была. Кандидат медицинских наук. Утром пробежка у нее. И все. Вера Федоровна Золотова. И она говорит. Ну не болит у меня ничего. Ну а чего-то же я умру. И просто. А этот как будто нет. Он нигде не говорит. Что там о мытарствах, переводы, Библии. Все неправильно. Он разрушитель. И главное, как относился. Спрашивает. Против церковь. Православная церковь. Там столько наговорено. Даже близко не подойдешь к нему. Такое зловодие. Спрашивает все. Смирнова. Батюшка был. Спрашивает его. А он. А что там нового? Там у Герма с улыбкой. То есть. Он даже видишь. Он богохуйник. Он от церкви людей отвращает. Он злодей. Никаких. Не нужно попало. Смирнов. Я стал замечать. Которые люди туда ездят. У нас тоже есть. Один только. А что поедет? У батюшка поедет что ли? Не. Ехать не за чем. Один человек ездил туда. И он ему подсказал. Я понимаю, что это вот. Ты дом думаешь строить? Да. Ты сделай так, чтобы необычно был. Привыкал. Как у него там. Бребра. Он все так и сделал. Но дальше-то он не говорит, что у него миллион. Которым от двигаться приезжают люди. Устраивают выставки. Приезжают, что привозят. Рекламируют. С собой не обратно. Ничего не увозят. Все оставляют. Он работает. На себя. А этот ничего не знает. Это сделает так, чтобы. Людей завлечут. Допустим, людям хочется посмотреть внутри. Снаружи у тебя забор, чтобы он так покрашен. Высокие ворота сделает. Вот все сделает необыкновенно. И люди будут просить. Ну и там пусть жена что-то приготовит. И сразу же объявишь, что снимать внутри разрешают. Десять тысяч сначала. И он на полном серьезе это воспринял. Это бомбеги. Полк барыжников. Нигде палец о палец даже лишний раз не ударит себя. На стройку работать не пойдет. Не надсадится. Пахать не будет, как наш Игорь. Он начал там полгектара было. А сейчас уже 1200 гектар. Старые комбайны стоят. А теперь новейшие комбайны. Вот только один он купил. Полесье было. Десять миллионов обошелся. Он работает. И видел сам. Какие склады. Один склад был такой. Сейчас вот второй. Наши ребята тут работают. Вот даже наш брат Николай Егорович у него там маленько поработал. Шофера нужны. А беременность больше ничего и нет. Так. Ну вот если бы тебе встреча была или побуждение такое. Опять с ним. Что бы ты Герман Ильбовичу посоветовал? И конечно с позиции христианина православного. И что будет суд Божий. И Господь будет судить по делам. Да бы каждый ответил. Что он делал живя в теле доброе или худое. Второе Коринфянам 5.10. Конечно покаяться в правильном смысле слова. Не в том, в каком он понимает. Он бросил курить, бросил пить, песни петь. Там еще что-то. Он считает, что это покаяние было истинное. Но вот духовного, духовного покаяния. Я считаю, что у него не было. И он не может его еще даже почувствовать, принять. Вот мирское, плотское. Он по максимуму все убрал из жизни. Как вот затворник. Все. Он говорит, интернет больше не хочу. Уже все устал. Уйду. Буду читать, читать, молиться. А вот духа вот этого евангельского. И вот о церкви. Он не то что не видит. Его не ощутил. Еще ни разу не ощутил. Он умом все исследует, 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 исследует. Уже мозг растет. А сердце вот каменное. Поэтому... Церковь не спасение. 2.47. Деяния апостола. Вот ежедневно Господь прилагал спасаемых в церкви. А зачем их в церкви прилагать-то? А потому что 1.18. Колоссиным прямо говорится. Иисус глава. А церковь тело. Он тело не признает. А какого Иисуса признают? И как? Когда Евангелие... Против перевода. Он понимает. Если Евангелие принимает человек, библию и церкви перевода, то они сразу видят обманщик. Большую букву. Разрушитель. С огромной буквы. И поэтому он туда не допускает людей. Они там что-то берут. Вот эти там дефриталии какие-то. Что есть при Иване Грозном было? Ну было. Ну и что дальше? Ты сегодня сделаешь это в своей семье, может быть, это? Или кто-то будет по Ивану Грозному строить жизнь? Я говорю, поминать-то не надо. Иван Грозный. Сколько он раз женился? Шесть раз. Кого он не убил только? Митрополита Филиппа кто? Почему по велению Скуратов маню-то задушил? А теперь канонизировать Ивана Грозного. Это попутно. Его спрашивает он Барбан Барнаули. И тогда он как-то начал лепиться к старообрядцам-то. А видимо кто-то что-то попросил. Он сразу старообрядцы тоже недействительные. Я знаю. Спросили, а кто Игнатий Лапкин? Как вы? Он не слышал обо мне. Не считал ничего. В руках не держал. Сразу же огнил меня врагом. И ничего у него нету. Нету. У меня есть вы вот сидите на скамейке, мы беседуем. Вот Господь прислал его. Но вы видели сколько здесь человек у нас на картинках. Занятия идут сейчас. Какие правила. Сколько новых людей обращается. Какая работа идет в интернете. И только наш ресурс во сети Библии возьми один. И тебе хватит это на сотню жизней. Тысячи вопросов. Мы признаем патриарха Кирилла. Благодать из московского патриархата. Мы не против католика где-то. Она за это патриарх встречается, благословляется. И мы поминаем Папу Венедикта, Франциска. Ну и что я помянул? Я не католик. Остаюсь православным. Так. Больше ничего не скажете? Я уже с ним, с его окружением. Ну столько было разговоров и бесед, что как вот у вас фраза есть, гнилые бревна лежат. Вот они все на меня злятся. Все. И я же был там. Оттуда ушел. Слава Богу. И мне хочется. Они даже слушать не хотят. Так, я сейчас попрошу отключить, а потом включить. Альман ссетером сделает. А в один не записывай. Махнешь рукой. Оторвать это отдельно.